Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании TICMIL и сами я, Артур Идиатуллин. Сегодня появилась новость о том, что США и Канада смогли в воскресенье договориться о создании трехстороннего пакта нафта. И сегодня, вероятно, на этой неделе это позволит рынку разыграть карту благополучного конца в протекционистской затее Трампа. Информация действительно стала неожиданной, учитывая экономическую чувствительность Канады по оставшимся спорным вопросам. Это были квоты на молоко, а также экспорт канадских автомобилей в США. И если с вассальной Мексикой все было сразу ясно, так как США является ее главным торговым партнером, главным рынком сбыта, и поэтому она должна была идти на уступки, то Канада все еще могла собрать себя в лес, но, как видно, недолго. Защитные активы, вероятно, снизятся в цене, активы развивающихся рынков, заметят на себе еще более пристальное внимание со стороны инвесторов за счет роста аппетита к риску. Это касается в том числе и рубля, который, хоть и укреплялся на прошлой неделе достаточно сильно, он все еще имеет потенциал для роста, но, вероятно, это произойдет после небольшого отката хотя бы до уровня в 66. Вот если посмотреть на этот график на дневной, то после вот такого длительного укрепления рубля необходим хотя бы оскок, он произойдет, наверное, с уровня 65, 50 до уровня 66, и затем уже можно рассматривать будет его дальнейшие покупки. Что касается деталей сделки с Канадой, то, как я уже сказал, Трап добился ограничения экспорта автомобилей из Канады в США и также добился повышения квот на продажу американского молока в Канаде. Медийный вопрос, скорее всего, был закрыт в пользу канадской стороны. Канадский доллар сегодня подскочил против американского оппонента, укрепился он почти на половину процента, однако признаки успешного завершения переговоров все-таки еще были заметны в пятницу, ну, в прошлую пятницу, когда пара доллар-канадский доллар показывал аномальное снижение. По европейской валюте сегодня у нас растет давление покупателей по ней, но довольно-таки вяло. Преимущественно это происходит из-за конфронтации между ЕС и популистами в Италии. Например, министр Сальвинис занял еще более жесткую позицию в субботу, заявил, что не собирается считаться с фискальными директивами ЕС. Сейчас бюджетный план на Италии, который был опубликован 28 сентября на 2019 год, он включает в себя дефицит в размере 2,4% от ВП, что потенциально означает увеличение госдолга выше текущих уровней, выше, то есть 130%, никакого снижения госдолга, то есть обеспечения устойчивости итальянские власти не будут пытаться совершать, как видно из их заявлений. Согласно общим правилам ЕС, относительно фискальной дисциплины, структурный дефицит, то есть исключающий колебания за счет экономических циклов, он не может превышать 3%, но при условии, он может достигать значений, которые находятся около 3%, при условии, что страна имеет низкое отношение долга к ВП, но это, как вы видите, к Италии не касается. Предыдущее правительство Италии предлагало ограничить бюджетный дефицит на уровне на целых 0,8% от ВП. Доходность итальянских эмулигаций сегодня, естественно, отреагировала ростом, то есть на рынке БАДОВ, там продолжается распродажа, как раз-таки вот закладывает негативный фактор для Италии. Ну, на мой взгляд, компромисс все-таки, наверное, будет достигнут, так как для ЕС важнее, наверное, политическая стабильность, она давала в долг и Греция, хотя там ситуация была намного хуже, делали некоторые допущения, и поэтому ситуация Италии, которая является намного более важным членом ЕС и рынка НСБ, они, наверное, все-таки пойдут на какие-то уступки, учитывая, что позиция итальянского правительства является в этом плане довольно-таки непримиримой. Поэтому, следовательно, по европейской валюте, как я уже в прошлом своем обзоре отмечал, укрепление доллара в ней незаметно, и снижается пара, прежде всего, за счет давления со стороны продавцов, которые вот продают именно на вот этом итальянском кредите, на его возвращении. Между тем, со стороны американских банков растет пессимизм относительно обострения торгового спора между Китаем и США. По их мнению, текущее состояние фондового рынка США закладывает завышенное ожидание прибыли американских компаний, в которых вскоре начнет прослеживаться последствия торгового спора. Последним из банков, который кардинально пересмотрел свой прогноз относительно перспективы доходности в США, стал Дж.П. Морган. Новый базовый сценарий, который он предлагает, является введение 25% тарифов на весь китайский экспорт США в 2019 году. Полномасштабная торговая война, по мнению аналитиков Дж.П. Морган, приведет к умеренным потерям в китайской экономике, но только если власти сохранят монетарную и фискальную поддержку. В свою очередь это будет сопровождаться снижением, более сильным обесценением юаня, чем этого ожидает Уолл-стрит. Американская экономика пострадает значительно меньше, которая, как ожидается, потеряет в торговой войне 0,2% от роста ОП, и будет также, как следствие, рост инфляции, базовой инфляции на на целых 0,3%. Как результат, движение на фондовых рынках в США будет отражать ребалансировку портфолио, где больше вес будет придаваться компаниям, более защищенным от эффектов внешней торговли, то есть нацеленных на преимущественно внутреннее потребление. Компании, ориентирующиеся на экспорт, пострадают больше всего, что, в принципе, можно ожидать, можно подсмотреть, так сказать, из дефляции цен на сельскохозяйственную продукцию, то есть на экспорт, на одной статье экспорта в США, уже попавшей под тарифы со стороны Китая. Напомню, что прошлые данные показали, что цены на соевые бобы упали на 9,5% в США. Примечательно, что с приближением конца третьего квартала пессимизм растет со стороны менеджмента компаний из 98 компаний S&P 500, опубликовавших прогноз прибыли на акцию. Вот здесь можно видеть данные прогнозы. за третий квартал 74 из них дали негативные прогнозы. Здесь можно видеть подразделения на секторы. И вот красный столбик – это прогнозы компаний, которые считают, что их прибыли будут менее оптимистичными, чем ожидалось. Вот здесь можно видеть, что также по отраслям красным как раз таки отмечены негативные сценарии в прибылях компаний. И видно, что только некоторые секторов показывают, причем только небольшая часть из них показывает, что прибыли у них будут положительные в третьем квартале. Данная тенденция уже продолжается три квартала подряд и говорит о том, что с продолжением эскалации конфликтов все меньше компаний считают, что они могут выносить на себе такое бремя. Что касается китайской статистики, вот она у нас вышла вчера в воскресенье. Это данные по активности в производственном секторе. Они стали очередным свидетельством в пользу нарастающего упадка в китайской экономике. Официальный показатель составил в августе, как видите, 50,8 пункта. При прогнозе 50,2 пункта. Основной здесь вклад за счет того, что индекс снизился на всего лишь 0,4%, ну по сравнению, отстал точнее от прогноза. Это произошло потому, что произошло некоторое укрепление в сфере строительства, некоторое повышение активности. Этот сектор, собственно, удержал этот показатель от еще большего снижения. Показатель от агентства KX, но он у нас снизился до 50 пунктов, то есть границы, ниже которой начинают уже формироваться отрицательные ожидания. Заглядывая в детали по официальному показателю, там можно увидеть, что индекс производственного сектора, то есть активность конкретно в производстве осталась умеренно на уровне 53 пунктов, индекс торговли упал до 48 пунктов, предыдущее значение было 49,4 пункта. Инфляционные ожидания выросли, а индекс занятости снизился до 48,3 пунктов. Согласно индексу KX, фаза расширения экономики продолжалась всего лишь 15 месяцев, то есть с мая 2017 года и, возможно, сейчас подошла к концу. Также именно этот показатель, частный показатель по активности в производственном секторе, он интересен, потому что его расчет преимущественно основывается на небольших компаниях без государственного участия. Как следствие, его снижение оказалось более сильным, а, соответственно, меньшее снижение здесь указывает на государственную поддержку, интенсивную государственную поддержку компаний, возможно, кредитную, возможно, еще как-то. Китайский уинт, соответственно, сегодня продолжает медленно ослабевать. Можно это увидеть из вот этого графика, хотя нет, он у нас на сегодня находится на уровне открытия, но вот этот рост, продолжение роста после небольшого отката, это говорит о том, что увеличение темпов роста предложения денег в экономике, оно будет сопровождаться снижением, обесценением юаня, как бы того не хотели официальные лица, как бы они не пытались заверять то, что юань не будет использован как средство для противодействия в торговой войне в США, учитывая его тесную связь с ценой на золото, а также рост аппетита к риску после заключения сделки в воскресенье, на мой взгляд, стоит рассматривать продажи золота с уровня 1190 и с целью повторного теста вот этих уровней на уровне 1770-1165. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии, увидимся с вами в среду.